всем привет добро пожаловать в мою оранжерею сегодня хочу вам показать как себя чувствуют мои последние новинки приобретенные вообще что интересного у меня произошло в моей оранжере ну вот у нас уже середина ноября и хочу вам показать свои растюшки как они себя чувствуют и что нового ну начнем со спатифилума сенсация ну не только сенсация покажу свои в общем спатики вот мои три богатыря в середине сенсация и это мне такие более простые сорта но очень тоже красивые сенсация очень хорошо у меня прижилась она прям выпускает один за другим листик я так чувствую что к лету здесь будет огромный куст но мне конечно нравится очень там вот еще молодой листик лезет в общем спатифилумы себя чувствует хорошо и здесь вот как раз в кадр попадает мой гигантский папоротник он конечно я могу сказать на пол комнаты вы представляете сколько он занимает место смотрите у меня просто здесь обеденная зона разделена от гостиной вот такой вот зеленой изгородью и смотрится я вам скажу это очень даже красиво ну кто любит растения конечно же кто не любит может и не понравится такая изгородь а мне очень нравится а здесь у меня ну конечно мои два антуриума белый красный и здесь вот среди них еще стоит алаказия вот у нее тоже очень хороший рост идет то есть листики раскручиваются вот этот вот недавно листик раскрутился и 2 но которые у нее были старые листики она их кстати скинула то есть они пожелтели я их убрала и вот эти листья которые последние они знаете очень большого размера лезут те были намного мельче ну в общем ей нравится место жительства все хорошо видите какой красавчик там раскручивается такой большой и мельком конечно покажу бугенвилье у меня все еще цветут смотрите это зацвела у меня вера розовая сорт такое шапочное цветение такое розовое красиво очень смотрится даже с окна свисает вот такая вот цветущая ветка это моя мединила это моя из последних покупок хочу вам показать что смотрите листочки все хорошие никакой сухости нет чувствует она себя хорошо она у меня стоит на поддоне вот таком вот я туда насыпала керамзит и наливаю туда водички чтобы создать влажность вокруг растения но я думаю что она одобрила ей нравится поливая ее по мере пересыхания грунта ну я ее не пересаживала я уже говорила у меня есть видео про нее на канале кому интересно можете зайти посмотреть и пересаживать я ее буду весной где-то в конце февраля может быть начало марта пока я ее трогать не буду я просто надеюсь что она может у меня и зацветет может она может и заложит цветочные почки и зацветет пока вот она в одном у нее кстати вот эти листочки такие листья у нее они стали больше то есть у купленного растения они были меньше ну смотрится она конечно шикарно карамель марту тоже все хорошо сейчас я вам покажу новый рост идет здесь вот видите листочек раскручивает еще один видите это такой пестрый остался листик у нее молодой и знаете я что заметила я не знаю на камеру будет это видно или нет видите полосы светлые появляются по всему листику здесь просто еще от ламп отсвечивает ну вот мне очень хорошо видно вот эти полосы то есть я думаю что к ней варегатность возвращается то есть моя фитолампа на нее очень хорошо воздействует я конечно очень рада хотелось бы конечно чтобы варегатные листья были потому что ну красиво очень будет смотреться это растение плюмбага тоже выкидывает бутоны и даже после обрезки у нее появляются новые то есть моя красотка не хочет идти на отдых совершенно но мне конечно это радует такие красивые и нежные цветочки у нее это мои одеши из моих семян которые я сама сею ну совсем недавно наверное даже знаете примерно месяц наверное а то и меньше тоже есть видео на канале можете зайти посмотреть кому интересно вот такие вот солдатики у меня выросли я могу сказать они такие прям хорошенькие скоро их буду пикировать по разным стаканчиком по маленьким но здесь у меня на полочке вот такая малышня сидит еще такая малышня чувствует все себя хорошо растет я думаю что к весне уже они такие хорошие будут особенно если весну почувствуют так у них вообще рост хороший пойдет здесь филадендрон кобра такой красивый с такой вариантностью тоже я могу сказать довольно таки хорошо растет быстро он маленький был совсем драценка тоже подросла я прям вижу как у нее такой рост молодой вот идет в общем понравилось ей у меня шифлера маригатная тоже посмотрите какая пушистая пушистая так хорошо подросла она просто прямо у нее рост идет такой как бы постоянно вижу у нее молодые листочки красотка в общем абутилон ванильный у меня кстати все абутилоны цветут и желтый опять весь я покажу потом и вот ванильный тоже но это моя гордость это моя горденья огромнейший куст у нее скоро вот смотрите бутоны вот вот скоро будут распускаться красотка в общем орхидея тоже после пересадки вот новое мое кашпо тоже себя чувствует хорошо ну там он просто вот виднеется листик такой да она вроде как скинуть его хочет а вообще на том же кустике вот где листик да вот такой желтенький цветонос появился новый совершенно толстый такой цветонос и вот тоже цветонос от другого сорта то есть у меня они без отдыха у меня я могу сказать и вот подлезла под веточку мураи смотрите как-то внимание не обращала тут смотрю что-то такое думаю у нее а у нее кажется по всему кустику такие ягодки зеленые появились конечно вообще классно я очень рада это мои первые ягоды на моем кустике не могу подлезть и вот здесь хочу показать вам что там темно как-то было смотрите какие классные и покажу вам вот эту мою полочку здесь у меня одеши стоят ну а дальше некоторые у меня лысики стоят вот этот пушистый такой мадам бутерфляй ну конечно они не цветут все таки все равно сейчас нехватка солнца видите этот но у него рост как бы новый появился вот что-то его не стала обрезать оставила ему такие вот они мне нравятся красиво смотрится вот тамаринчик мой и одышки у меня в общем на этой полочке расположились адениумы здесь еще такие кактусы у меня и хочу свой показать вот папоротник олени роб который смотрите стерильные листики какие он нарастил красивые большие такие в общем он хочет свое гнездышко наверное обвить своими стерильными листиками в общем ему очень понравилось место на коряги на этой и свет видимо ему здесь нравится как падает то есть здесь утром и солнышко бывает ну в общем все хорошо он видите какой стал он был вообще гораздо меньше когда я его купила и здесь сразу хочу показать свой абутилон смотрите какой он просто вообще огромный он занимает полностью угол диплодене цветут но белая цветет один сорт белая цветет и 2 тоже сорт космосовая тоже вот у нее несколько бутончиков сейчас просто еще отпаливает здесь бутончик здесь бутончик тоже уже такой но у нас вообще катастрофически уже не хватает солнышко у нас даже сейчас вот ну время 15-30 и вот на улице прям темно и идет снег ну бугенвильям нипочем они цветут хоть прицветники не такие яркие как вот летом да но все равно очень очень хорошо здесь у меня вообще на окне в основном плоды нет стоят и кстати кубряшку я сделала так кашпо подвесила ее опустила ее но здесь конечно когда солнышко есть она на солнышке находится в общем то светло окно большое то есть я здесь светло просто говорю что у нас сейчас уже темновато и здесь вот окно вам покажу бугенвилья смотрите вообще вот красиво тем более смотрите контраст сейчас я вам покажу как на улице снег и вот это бугенвилья цветет такой вот вид получается с окна и кстати я хочу сказать вот смотрите я сломала ветку у нее но не до конца сейчас не могу камерой навести вот видите перелом и вот эта ветка она просто загнулась я просто хотела как бы ее загнуть как бы да а получилось что я ее переломила а кора как бы осталась и вот представляете вот эта ветка она зацвела то есть ей вообще нипочем и от этого где переломилась пошел рост новый то есть вот такое интересное растение считаю что вообще неприхотливое вот это мой абутилон желтый тоже посмотрите у него опять буйство буйство цветков просто его надо сейчас перевалить мне уже побольше горшочек и все как-то некогда некогда до него добраться потому что у него листики такие уже стали ему вообще не хватает питания в этом горшке но красавчик я могу сказать смотрите вот вообще цветом такой там у меня выскочка заферантес тоже и здесь я еще просто посадила косточку в землю авокадо вот видите какой растет красавчик два таких у меня это тот поменьше а этот побольше ну это тоже моя большая диплодения у нее уже конечно мало но все-таки еще есть видите цветочки но я думаю скоро она мне отправится на покой то есть солнце совсем когда не будет и она перестанет свистим ну вот так вот с вами сейчас пойдусь по своим джунглям покажу когда с улицы заходишь так вообще знаете так попадаешь такой свой мир цветущий и зеленый ну в общем вот такое видео у меня получилось так что пишите свои комментарии я очень рада увидимся в следующем видео и и и